Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Давненько я не записывал видео и хочу исправиться. В течение ближайшей недели запишу сразу три варианта из Гамбита Кукуева. В течение последней недели много играл в онлайн-турнирах на Гамблере, собрался материал, в том числе из Гамбита Кукуева. Вот эти три варианта, они, ну, так скажем, не широко известны, они известны профи шашечным, а вот любителям, игрокам среднего уровня они малоизвестны. И я хочу с вами поделиться ими. СД4, ФЖ5, белые ставят тычок. Черные временно жертвуют шашку, белые бьют и черные нападают кодом СБ6. Из трех отдач возможных две проигрывают, единственная верная СД6. И теперь белые могут сыграть... Ну, лучший ход, я считаю, ФЕ3. Ну, можно играть и АЖ3. Ну, допустим, ФЕ3. Черные могут сразу же вести шашку на борт. Белые могут сыграть ЕФ4. БА3, БЦ3, БА5, АЖ3. Теперь, черным лучше всего пойти АБ6. И после хода белых ЖР4, видите, ДЕ7 нельзя. Из-за простого удара белые отдадут три шашки и попадут в дамки. Поэтому так играть нельзя. Поэтому приходится играть либо БЦ7, либо ДЦ7. Ну, БЦ7, я считаю, поточнее. Белые играют ЖР2. И у черных есть два хода. Ну, обычно тут игра ДЕ7. Но вчера в партии против израильской шашистки Зинаиды Александровой у меня встретился следующий вариант. То есть она сыграла ФЕ7. Ну, и тут надо правильно играть ФЕ3. То есть ДЕ3 тут похуже. Надо играть именно ФЕ3. Теперь, друзья, обратите внимание. Если черная игра от ЕФ6, именно так позавчера, по-моему, Зинаида Александрова так сыграла против меня, я ответил ЕД4. И здесь черным надо было проводить уже вот такой ударчик с более худшей, но защитимой позицией. Зинаида же здесь ошиблась. Она сыграла ДЕ7. И это продолжение впервые встретилось в партии ленинградского шашиста Коршунова. По-моему, Дмитрий Коршунов. Он провел красивую комбинацию. ДЦ5. Как бы черные не били, то есть так, либо так, мы все равно бьем на поле Ц3. Теперь черные бьют на Б2. Мы отдаем шашку. Отдаем еще две. Черные бьют. И белые красивым ударом снимают 4 единицы черных. Ну и тут все быстро заканчивается. Допустим, если черная игра этой шашкой, мы против нее играем вот своей шашкой Е1. А против этих трех шашек мы играем дамкой. То есть как бы черные не играли, мы их отсекаем, убираем дамку в тыл соперника. Ну и допустим, так, 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 так. Ждем просто. Черные подходят, вынуждены жертвовать. Две шашки. Ну и все заканчивается в итоге запиранием. Вот такая красивая комбинация. Друзья, Деида, безусловно, проанализировала свою ошибку и сыграла в следующей партии против меня уже не Е6, а Е6. Интересный ход, друзья. На самом деле таит себе ловушку. То есть у белых есть единственный ход. Все остальные ходы плохие. То есть единственный ход тут аж же 5. Все остальное плохо. Я в этой позиции вчера в блице играли. Не разобрался. Тоже на гамблере. Я сыграл СД4. Зинаида тут же отвечает ДЦ5. И здесь я просмотрел ударчик. Надо было играть ДЦ3 еще с возможностью защиты. Но позиция белых уже намного хуже. А вот ход АБ2 уже проигрывает. Зинаида тут же проводит комбинацию. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти ее. Черные играют аж же 5. Ну в эту сторону бить бесполезно. Черные отдадут эту шашку. Побьют дамки. Надо уходить. Ну и после того, как черные отдают две шашки. Можно еще разменяться. Вот таким образом черные тут легко выигрывают. Если же в этой позиции белые бьют в эту сторону. Ну я именно так и побил. То черные бьют на А1. Далее в партии последовало ЕФ4. Зинаида сыграла БА5. Я по-моему сыграл тут ДЦ3. Ну и здесь Зинаида провела еще один удар. Но к сожалению, ну к моему счастью, она не успела здесь найти выигрыш. Хотя он был. Она пожертвовала шашку. И сыграла ЦД6. То есть побили, побили, побили. И Зинаида правильно побила на поле Б8. Ну надо отходить. Теперь в этой позиции надо сыграть на Е5. Именно так и сыграла Зинаида. Ну и после хода Ж6. То есть что хотят белые? Белые хотят сыграть Ж5 и выгнать дамку черных с большой дороги. Но черные могут воспрепятствовать этому плану. Можно пойти на поле Д6. Именно так надо было играть Зинаиде. Она по-моему сыграла на Е5. И после хода Ж5 партия закончилась в ничей. То есть она по-моему пошла сюда. А сюда, я сюда. Она напала. Ну и я потом прошел в дамки. То есть партия закончилась в ничей. А можно было пойти на поле Д6. Теперь ход Ж5 уже невозможен из-за нападения. Ну приходится играть ЕД2. Теперь черные продолжают ждать. Допустим играют на Ц5. Отсекают белых от движения в эту сторону. На помощь. То есть шашки не дают. Приходится играть на Ц3. Теперь уходим на Б6. У белых остается единственный ход ЦД2. Ну и после хода дамки на Ф2 белым остается только сдаться. То есть видите, все время такой ход невозможен. Вот такой выигрыш был у Зинаиды. Теперь, друзья, попробуйте найти верное продолжение за белых. Как же все-таки надо играть белым. Единственный ход, повторяю, но он очень сильный. Белые неожиданно ходят Ж5. Ну такой ход кажется невозможным. Но на самом деле он единственный. То есть обратите внимание, ход Д7 теперь невозможен. Из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые неожиданно жертвуют шашку. Затем еще две. И играют ЦБ4. Ну и как бы черные не били, белые легко выигрывают. То есть побили, 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 побили. Надо отходить. Белые нападают. Ну и видите, не было бы этой шашки, черные бы поймали дамку белых и легко выигрывали. А такой ход невозможен. Допустим, если белые побьют, черные поймают дамку. Белые просто бьют на Ж1. Ну и потом спокойно снимают шашку черных и легко выигрывают. То есть, друзья, мы выяснили, ход Д7 невозможен. Какие еще ходы есть у белых? Ну, естественно, ДЦ5 нету. БЦ5 плохо. Ну, белые могут просто напасть, допустим. Ну и как бы тут черные не играли, ну просто плохо. То есть, если отойдут уже, можно просто выйти. А, прошу прощения. Так, на БЦ5 лучше сыграть... Так, друзья, прошу прощения. На ход БЦ5 не надо играть СД4. Надо просто играть ЖФ6. Потому что, допустим, на такой ход уже... СБ6, то есть, черные вроде бы выигрывают шашку, но на самом деле они проигрывают. Просто отдаем одну, вторую и забираем три. То есть, мы отыграли проигранную шашку, грозим забрать еще одну. А если черные отходят, то просто проходим в дамки и легко выигрываем. Остались нерассмотренными еще две жертвы. То есть, АБ4 плохо играть. Ну, надо играть ДЕ7. Пытаться отыграть шашку. Мы просто играем АБ2. Черные отыгрывают вроде бы шашку. Ну, просто играем БЦ3. Черным надо прорываться, потому что таких ходов нету. Это тоже все проиграно, конечно. Надо прорываться. Ну, просто отдаем обратно шашку и идем в дамки. Ну, и черные, допустим, тоже идут в дамки. Мы ставим дамку. Ну, и на ход ФЖ3 жертвуем шашку. И дамку черных ловим. Эта позиция легко выиграна за белых. Стался нерассмотренным последний ход. Жертва АБ2. На самом деле, это единственное продолжение за черных. Теперь надо играть ДЕ7. Ну, и белые могут сыграть, допустим, СД4. Лучший ход. ДЦ5. Черные грозят выиграть шашку. Ну, белые не могут ничего этому противопоставить. Просто играем АБ2. Черные отыгрывают шашку. Белые играют ВЦ3. Теперь у черных единственный ход. СД6. Белые выходят. ДЕ5. Снова единственный ход. ЕФ6. Ну, и белым лучше всего побить в эту сторону. Теперь белые играют СД4. У черных снова единственный ход. АБ4. Ну, и теперь у белых есть несколько вариантов. Ну, так играть ничего не даст. Вот самое сильнейшее продолжение, наверное, ДЦ3. Теперь у белых снова есть единственный ход. А, прошу прощения, тут уже два хода есть. Есть ход ФЖ7 и есть ход ФЕ7. Вот, друзья, кстати, такое продолжение уже проигрывает. То есть, после этого размена белые играют АБ4. Ну, и как бы черные не играли, у них позиция проигранная. То есть, если играть так, белые просто нападают. Ну, и шашка проигрывается. То есть, надо как-то играть так, допустим. Белые могут так сыграть. Ну, и на такой ход тут можно сыграть Б5. А есть даже такой вот красивый выигрыш ДЦ5. Надо нападать. Побили, побили. Белые жертвуют шашку. Ставят дамку. Ну, отходить надо. Иначе белые отсекут черных от похода в дамки. То есть, эта позиция легко выигранная. Поэтому черным надо отходить. А теперь белые красиво выигрывают. Единственный ход, но очень красивый. Белые играют на А5. Вот такой упорчик создают. То есть, видите, шашка Б4 с помощью упора дамки на А5 приобретает очень большую мощь. И как бы черные не играли, белые легко выигрывают. Ну, и все-таки, друзья, рассмотрим ничейное продолжение. Оно еще у черных было. ФЕ7. Ну, надо нападать. Теперь черные играют АЖ3. Белые выигрывают шашку. Но никаких дивидендов она им не приносит. То есть, на такое нападение просто закрываемся. А если белые жертвуют шашку, играем ЕД6. После... Так, прошу прощения, пожертвовали. АБ6. Теперь играем ЕД6 за черных. БА7, ДЦ5. Белые ставят дамку. Отдаем шашку и прорываемся в дамки. Вот это единственная ничья за черных. Друзья, в принципе, вот этот вариант игры может пройти, ну, так скажем, в блице. То есть, можно, в принципе, играть за черных именно таким образом. Потому что, если человек, ваш соперник, не знает, как ходить в этом варианте, аж же 5, скорее всего, он ход не найдет во время блица. То есть, обратите внимание, я не нашел. То есть, а если знают, ну, тогда уже тоже изучите вот эти вот единственную ничью за черных. Ну, в принципе, можно ловить своих соперников, как говорится, на крючок. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал, поддержите мое творчество. Ну, и сегодня будет лично командный турнир. Прорекламирую тоже канал «Всё о шашках». Ведущий канала Владимир Мигалец. Сегодня будут ребята играть Бауржан Джамбиталин, мастер спорта из Казахстана, и кандидат-мастера Павел Попов из Подмосковья. Очень сильные шашисты будут играть сегодня. А завтра будет уже знаменитый турнир мастеров на Гамблере. Скорее всего, Роман Щукин не будет участвовать. Жаль, многие питерские шашисты сейчас у них турнир какой-то проходит, они не будут участвовать. Но я думаю, что мы увидим игру Евгения Кондраченко, гроссмейстера из Гомеля. Так что, друзья, не теряйте меня. Завтра, скорее всего, буду проводить стрим. Ну, и в течение недели запишу как раз ещё оставшиеся два интересных варианта из Гамбита Кукуева. Друзья, до свидания.